Профессор 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 и изучить различные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать, насколько темным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света представлено. Не так ли? Темнота – это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света. В конце концов, молодой человек спросил профессора. «Сэр, зло существует?» На этот раз неуверенно профессор ответил. «Конечно, как я уже сказал, мы видим его каждый день. Жестокость между людьми, множество преступлений, ненасилие по всему миру. Эта примера является ничем иным, как проявлением зла». На это студент ответил. «Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него самого. Зло – это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод – слово, созданное человеком, чтобы описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло – это не вера или любовь, которые существуют, как свет и тепло. Зло – это результат отсутствия в сердце человека божественной любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла. Или вроде темноты, которая наступает, когда нет света. Профессор сел. Имя молодого студента было Альберт Эйнштейн.